В Кисловодске прошел праздник в честь Дня Знаний. Здесь для ребят в 28-й раз открыла свои двери православная гимназия. 1 сентября учебное заведение посетил архиепископ Пятигорский черкесский феофилакт. Школа, где молитва на первом месте. Молись, учись и не ленись – девиз учащихся Кисловодской Свято-Никольской классической гимназии. Первого на Северном Кавказе православного учебного заведения, основанного в 1992 году. 28-й учебный год начинается нетрадиционно. Школьных праздников два. На первой линейке в знак преемственности – малыши и старшеклассники. Мы рекомендовали родителям по возможности участвовать выборочно в этом празднике. И приготовились к тому, чтобы санитарная обработка и ежедневный фильтр, как его назвали, проводился у нас во всех этапах и старшей и младшей школы. Конечно, нам придется к этим требованиям приспосабливаться, потому что они связаны с сокращением уроков. И проведением перемен. Но в целом мы, как распорядили структуры соответствующие, как благословил Владыка, подготовились к тому, чтобы не было никаких нареканий. Над страною заливаются звонки. Утром в школу вновь идут ученики. Класс веселый, возвращаемся к друзьям. Здравствуй, школа, расставаться нам нельзя. В этом учебном году в гимназии садятся за парты 243 ученика. Встреча со школой и за нескольких месяцев дистанционного обучения самая долгожданная. Дистанционка, конечно, все равно хорошо проходила. Были интересные вебинары, уроки. Мы смотрели фильмы, нам задавали, мы делали письменные работы. Было много чего. Но, конечно, ничто не заменит очный приход в гимназию, потому что здесь наши родные учителя, наша родная школа, наш второй дом. По традиции учредитель гимназии, архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилак ведет в школу первоклассников. Благословения, напутствие, входящие в мир знаний, небольшие подарки. И вновь линейка. Теперь для учащихся среднего школьного возраста среди обычных классов казачий гордость гимназий, в котором, кроме основ православия, ребята, как правило, потомственные казаки, изучают казачью историю, культуру и традиции. Архиепископ Феофилак желает им крепости, духа и сплочения, которые сейчас как никогда необходимы. Такие времена. Сейчас нам нужно особенно научиться беречь друг друга. И, наверное, это тоже такое поручение Богу, благословение Богу, беречь друг друга. Сегодня мы делаем все, чтобы сохранить самый драгоценный дар, который Бог нам дал. Это дар нашему здоровью. Кисловодск – город, дарящий здоровье жителям из разных уголков России. Ухода в курортный парк Владыка в первый день осени осветил возрожденную часовню в честь Алексея, Человека Божия. Изначально ее построил и посвятил своему небесному покровителю Алексей Федорович Репров. Один из первых историков Кавказа, основатель Кисловодского курортного парка. В городе, где уже третий десяток лет юное поколение обучают православной культуре, возрождается и историческая справедливость. Елена Христосова, Артем Соломенцев, студия «Благословенный Кавказ». Благословенный Кавказ.